Слава Богу за эту возможность, что мы можем предстоять перед ним. Хочу тебе сказать, возлюбленные, сказать, это необыкновенное явление находиться в доме. Это не так, что так и должно было быть. Это большая привилегия, что мы в его доме, и мы его дети. Аминь. Хочу сказать тебе, мы даже не достойны ему, но он сделал нас достойными. Знаешь, что я хочу тебе сказать? И этого достаточно, чтобы до конца жить. Потому что он есть жизнь. И в нём вечная жизнь. Слава Богу. Мы очень рады, что каждый из вас на этом месте. Есть кто-то, кто впервые здесь? Первый здесь. И не важно, сколько снега выпало, и какая погода на улице, и в каком ты состоянии, когда не получается приходить в Дом Божий, молись, потому что в Его доме приготовлена слава для тебя и всякое благословение. Потому что нам для всего нужно в этой жизни, нужно стараться, стремиться, в этой жизни ничего легко не удается. Скажу одну истину, которая очень простая. Пока мы живем на этой земле, Ничего не получится с легкостью. Но с помощью Бога все может получить. А ты скажешь, как это, что с одной стороны не просто, но благословение? И сегодня как раз об этом и буду говорить. Потому что есть вещи в этой жизни, за которым мы должны стремиться, чтобы увидеть результат. К сожалению, есть люди, которые должны чего-то достичь, но не достигают, потому что не стремятся. Усилия не прикладываются. В Армении был парень такой, и я его спросил. Ты у тебя трое детей, не работаешь. Но правительство должно тебе дать пособие. Почему ты не делаешь эти бумаги, чтобы получить пособие? Они не знали, что от голода делали. Знаете, что он ответил? Он говорит, ну, как-то лень мне. Есть вещи, которые очень простые, но нужно это делать. И нужно стремиться. Я не говорю, что я уже сделаю, а ты будешь прикладывать усилия, чтобы достигнуть этого? Я уже дал, а ты свою руку протянешь, чтобы забрать? А, конечно, что они не могут, чтобы не было рожать? Другая проблема в том, что люди могут всю жизнь прикладывать усилия для тех вещей, которые не имеют ценности. Потому что они временные. Верующие, знаете, они привыкли говорить такое? Что они должны думать, что они думают, что они не хотят, что они не хотят. Когда чего-то нужно достигнуть, будь это духовное, будь это материальное. И всего лишь нужно идти до конца. И они до конца не идут и не прикладывают усилий. И в конце говорят, Наверное, это не Божья воля. Я думаю, что они не хотят, чтобы они не хотят. А ты смотришь, что этот человек даже крайне редко приходит к церкви? Он вообще не читает Библию. Есть вещи, которые Бог говорит и делает нашу жизнь. Но чтобы получить результат, мы должны стремиться, прикладывать усилия. Поэтому моя проповедь называется «Приложи усилия». То есть подвязаться. Например, в армянском армяне говорят, давайте все вместе приложим усилия и достигнем этой цели. Есть вещи, за которые нужно прикладываться, обвязаться. Когда я только покаялся. У меня есть друг, его отец был очень богатым, но потом обидел. Я ему говорил. Знаешь, Бог может все восстановить. Только обратись к Богу. Знаете, что он говорил? Ты хочешь сказать, я сядю и буду на диване все время сидеть и все у меня получится? Отсиживать диван. Верить в Богу это не означает сидеть и ожидать. Верить в Богу это означает двигаться и ждать. И после всего этого, мы должны понять для нас. Для чего стоит прикладывать усилия? Для чего стоит прикладывать усилия? И в конце увидишь, что это не имеет смысла. Я удивляюсь, когда юноши могут учиться в институтах. А родители стремятся, платят деньги. Но это не значит, что этот ребенок вообще не будет работать по специальности. Разве стоит столько денег отдавать, если он не будет работать? Я даже сейчас не говорю о целях. Я не говорю даже о целях. Потому что некоторые хотят, чтобы вопрос не иметь зиплом. Я говорю о том, что, с козьми, збороженки, и нечего прикладывать усилия. И только для этого прикладывать усилия. Потому что есть вещи, которые ценны в нашей жизни. И эти ценности описаны в Библии. И когда у нас есть правильные ценности, мы не будем из-за пустых вещей прикладывать усилия. Но будем прикладывать усилия для истинных вещей. И если ты ничего не будешь помнить из этой проповеди, то, что я не могу помнить, что это не будет, что ты должен помнить. Я говорю, чтобы Дух Святой вам в правильное время тебе напоминал подвизаться. Если даже я никакой места не прочту, то, что я так думаю, что я не могу сделать. Потому что можно дальше. Чтобы можно больше. Но я сам хотел сказать, что нет, нет, нет. И ты пройдешь. И это касается и духовного, и материальных жизней. Но смотрите, для чего Библия говорит нам, что Библия говорит нам, что Библия говорит. Библия говорит, что Библия говорит, что Библия говорит. Библия говорит, что 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 Библия говорит, То есть, спокойно предоставить и перед Богом, и перед людьми. То есть, мы не должны говорить, ну я такой, пусть меня хотят, пусть понимают, хотят не. Пусть они сами как-то смиряются со мной. Если мы хотим свободно предоставить и перед Богом, и перед людьми, мы сами должны стремиться. Они просто говорят, ну пусть он сам старается, чтобы ему было хорошо со мной. И перед Богом мы также должны иметь непорочную совест. Знаете, что это такое? Когда Бог, чего ты попросил, а ты не сделал, ты не сможешь свободно перед ним предстоять. Потому что многие вещи Бог говорит нам делать, и мы должны делать, чтобы свободно предоставить перед ним. Если ты хочешь, чтобы Бог и у людей не было тебе плохого мнения, ты должен сам стараться. Я говорю обыкновенный вещь. Я не должен сказать, ну какой у них мнение будет, пусть будет. Ты Боже мой сын. И люди смотрят на тебя и видят Бога. И через себя они могут познать Бога, и могут отойти от Бога. И чтобы я и ты, что-то не могу, чтобы не было плохого мнения, мы должны стараться. Я думаю, мы должны думать об этом, и не быть безразличными. Конечно, я говорю, что ты не можешь всем угодить. Я с тобой согласен. Но я не об этом говорю. Я говорю о том, что мы должны стараться, чтобы насколько возможно, как говорит Слово Божье, и модель мир совсем. Аминь. MI. Я говорю, что я ниграю. Продолжение следует... Продолжение следует... Вместе поработать и потом не встречаться. А потом говорить, что я не хочу его увидеть. Поэтому здесь говорится, что каждый должен работать своими руками. И даже скажу, что никто не должен ни от кого зависеть, ни на кого не надеяться. Но сам стремится... Чтобы так работать, чтобы ты был в мире со всеми. Он может использовать людей, что-то еще такие вещи делать, но он не в мире с Богом. И мы можем сказать, что он сам виновал, он так делал. Но слово Божье говорит, стремись, старайся, чтобы быть в мире со всем. В последнее время, пастор Артур Симойнян сказал, что ему не очень понравилось. Он говорит, как вы спрашиваете, что все говорят, что я хороший человек. И он говорит, что все говорят, что они плохие люди. Если все хорошие люди и правы. То есть, что вы думаете, что они плохие люди. Что вы думаете, чтобы быть в мире со всеми. И как они не были плохими. Это всего лишь твою мнение, что они плохие. Давайте думать прежде о себе. И свою работу выполнять так, чтобы быть в мире со всеми. Мы должны быть в мире и с церковью, и с внешними людьми. И не важно, какой национальности человек с тобой работает. И какого уровня человек с тобой работает. И все скажем, аминь. Следующее, о чем говорит нам Слово Божье, к чему надо стремиться. Я прочту, ты и увидишь, что действительно нужно для этого стараться. Римлян, 15 глава, 20 стих. Написано так. А, поэтому, Джан Карри, а ветерина Карозелу. Притом я старался благовесвать не там, где уже было известное имя Христова, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имеющие о нем известие увидят и не услышавшие узнают. Я не иду проповедовать там, где уже слышали Евангелие. Кто согласится, что для того, чтобы проповедовать, нужно предложить усилия? Это не так уж и просто. Сколько из нас говорили? Все равно я буду говорить, они не услышали. Я хочу сказать, что они будут слушать, только нужно стараться. Есть вещи, за которые нужно стараться. Для того, чтобы проповедовать, нужно стараться. Мне не так уж и просто проповедовать бабушке, которая у нас в дворе, хотя мне это сложно. В первую очередь, она может сказать, что ты сиктан. И в первую очередь, она может сказать, что ты сиктан. А во второй раз, мне еще сложнее. В первую очередь, она не слушает. Потому что она вообще не слушает тебя. Сколько они знают, что бабушки, они своим миром живут? Ты с ней, о чем ты говоришь, она совсем другая. Ты скажешь, что она плохо слышит. Но когда ты от других вещей говоришь, она хорошо слышит. И когда она спросила, что ты купила в магазине, она услышала. Не так уж и просто проповедовать эти бабушки, но нужно стараться. Я этой бабушке столько говорил в разное время. И когда было время, когда мы быстро должны были выйти из подъезда, и она всегда стояла. И когда мы должны были быстро пройти, но я останавливаюсь и говорю. И однажды она услышала. Когда я говорил имени Иисуса, она как будто у него уши закрывались. Знаете, почему так? Потому что Слово Божье говорит, что Евангелие это силы Божья ко спасению. И враг он будет все делать, чтобы никто не слышал. И однажды, я уже включил двигатель, чтобы завелся. И она подошла. Мы 10 минут говорили. И в конце я сказал. Ты что, он и module ним. Она сказал тебе, что это можетミisten вам и Иисусу. Она сказал как? Лучше с lazyEF. Она и говорит друг отец, что я так recycle. Я 외出去, я еще что-то поздоровал. Ты говорила, что Мессишес. У меня сказали, что Мессишес. Ты у Своей Scientificici. Ты знаете, что мессиш? Я тебе друг сомашком. Ты знаете, что я скажу? И он так же болит. Не обязательно, чтобы я говорю, «Заходите, поднимите свои руки, стань на колени». Не советую бабушкам говорить «Стань на колени», особенно в снегу. Знаете, что я хочу сказать. Есть много мест, где очень сложно проповедовать, но нужно стараться проповедовать. Потому что Иисус спасает, и у него жизнь. Это жизнь пройдет, но он дает жизнь. И однажды, когда ты пойдешь на небеса, И ты увидишь всех тех, которые через твою Евангелия оказались там. И хочу тебе сказать, «Согласно Слову Божьему, у тебя есть награды там приготовлены». Аллилуйя, слава Богу! Благодаря Богу! Посмотрим 1 Коринфянам, это следующее. За что еще нужно приложить усилия? Подвизаться, как говорит Слову Божьей. 1 Коринфянам 14 глава 12. Понятно. Друзья, вы готовы, когда вы решили этого и я не знала, что вы Actually, что вы решили подавить из вас на мировом церкви? Скажу, не каждый человек хочет строить дом Божий. Тем более, те, кто хочет строить дом Божий, это не так уж и просто. Но нужно стараться, чтобы построить дом Божий. Слово Божье говорит, для строительства домов Божьего нужно стараться. Потому что если каждый будет думать, ну когда мне будет удобно, тогда я сделаю, так церковь не построен. Но слава Богу за тех людей, которые стараются и всегда делать это для церкви. И Слово Божье говорит, что у них приумножится. То есть они еще более вырастут. Для них будет более благословение Божье. И для того, чтобы церковь построить дом Божьего. Аминь. Слово Божье. Слово Божье. Слово Божье. Можем поблагодарить Бога за таких людей. Я верю, что ты один из таких людей. Слава Богу. Слава Богу за тебя. Аминь. И я не просто делаю какие-то комплименты. Я говорю реальность. Я говорю реальность. Просто давай здесь стараться, продолжать стараться. И не ослабевать. Аминь. Аминь. Следующий, первая, калика 4.19. И так, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Если кто-то хочет быть соучастником дороги, он должен стараться. Как минимум каждый день молиться. Хотя бы каждый день читать слово. Не так, что Бог я хочу пророчествовать. Те люди, которые пророчествуют и говорят видение, я их спрашиваю. Ты каждый день читаешь Библию. Аминь. Ты каждый день молишься. Если нет. Если нет. Очень сомнительный такой пророчеств. Я говорю один пример. Но если мы хотим иметь дарь, духа святого, не только пророчеств. Мы должны стараться. И если мы хотим иметь дарь, то мы не хотим иметь дарь. И церковь, они говорили, что можно малицы на языках, други говорили. Нельзя. Сирелиз. Возлюбленный. Хочу тебе сказать. Если Бог дух стоит дарь, пусть это действует. Но никогда не нужно искусственно. Нельзя. Ты не Leah. Нельзя. 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 Нет. Нельзя. Я говорю тебе. Силы Божья, она исходят. Даже когда они молятся на языках, сила Духа Святого не исходят. Но я скажу тебе. Так же может быть, что кто-то будет молиться на языках, и ты захочешь убежать от него. Должны быть теми, которые жаждают по дарам Духа Святого. И стремятся получить эти дары Духа. Я, наверное, вам рассказал. Была одна женщина, когда я проповедовал о языках. И она слышала, слышала. И в конце служения подошла и сказала, Артур, разве это не надо? Я сказал, вам не надо. Потому что тот, кто не старается, я верю, что Бог так и им отвечает. Если ты думаешь, ну, нужно, нельзя, нужно, не нужно. Бог говорит, пока тебе не надо. Но когда ты будешь стараться, я дам тебе. И буду использовать. Аминь. Аминь. Следующий. 2. 5. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 10. 10. 10. 12. 11. 12. 12. 12. 12. 13. 14. что мы должны быть угодными Богу в этом теле. Потому что нет такого, чтобы тот, кто умирает и выходит из этого тела, за него молиться, чтобы у него что-то пошло в лучшую сторону. Здесь говорится о том, что он уже сделал при жизни. Для Бога на этой земле, что ты сделал при жизни, вот это и все. И Павел говорит, мы стремимся быть угодными Богу в этом теле. Мы стремимся. Это тело не хочет угодить Богу. Это тело не хочет служить Богу. Это тело не хочет делать что-то, что угодно Богу. Но если мы стараемся, это тело хочет или не хочет, он будет угодным Богу. Потому что не ему это доно. Но я беру его и стараюсь, и привожу перед Богом. И приносит Богу. Потому что в один день апрелитстану перед ним. И Бог скажет, что-то не хочет, что-то используется. Для чего ты использовал свою тело? Куда ты использовал свою жизнь? И если мы не будем стараться, мы увидим, что Бог будет использоваться, то, что мы будем стараться, то, что мы будем стараться. И наш тело будет жить благополучным жизнью. И так же открываем 2 Тимофея 2.15. 2.15. 2.15. Мы покупаем фрукты. Кто покупает фрукты? Но для новогоднего стола ты не будешь просто фрукты покупать, но ты покупаешь нью-каризненные фрукты. И когда гость приходит и так же, думаешь, лучше фрукты купить. И, конечно, хорошо, когда у вас есть такие возможности. Потому что лучше, но дороже. И здесь говорится, не просто представить свое тело, но нью-каризненным представить. Это не может быть просто так, вот я служу, и мое тело должно быть нью-каризненным. Я должен стараться, чтобы мое естество представить нью-каризненным. И тогда то, что я буду говорить, оно будет истиной. Потому что здесь говорится о том, чтобы преподавать истину верно. Когда человек правильным образом преподает истину. Когда он сам старается себя нью-каризненным представить перед Богом. Я говорю о себе. А если я вам проповедую. Потому что я не буду стараться себя представить перед Богом нью-каризненным. То я буду просто говорить. Просто буду говорить к вам. Но если я вам говорю и сам стараюсь нью-каризненным представить себя перед Богом. Тогда я буду верно преподавать вам его словом. Аминь. Слава Богу. Силен наш Бог. Он праведен наш Бог. И у него. Истинная слово. Если ты, естественно, перед Богом станет верно. Он обязательно в тебя вложит словом. Чтобы ты преподавал. Аминь. Аминь. Минусы. 2 Петра. Следующий. Еще несколько мест прочтем. Но я хочу, чтобы ты увидел, что во всех местах говорится, что нужно стараться. Если слово Божье говорит, старайся. Если говорить по-армянски, это означает, что просто так ничего не получится. Если ты хочешь, чтобы я сделал, что ты решил и молиться, еще старайся. Я хочу, чтобы ты принесли. Хотя я хочу, чтобы ты его вырос. Я хочу, чтобы ты рассказал в Европе. Я хочу, чтобы ты вам рассказал. Я хочу, чтобы вы получили нормальный паспорт. Пример. Пример, я говорю. 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 Пример, я должен стараться, чтобы это призвание и избрание утвердить. Слово Божье говорит, более старайся. Для того, чтобы пребывать в призвании избрания, нужно стараться. Нужно что-то от себя отсеять. От чего-то нужно отречься. Но чтобы призвание избрания утвердить и сохранить до конца, Слово Божье говорит, Более и более старайся. Это не так, что в одно время я в призвании, Я начал служить Богу. А дальше уже по инерции все пройдет. По инерции не пойдет. А мне, каждый день, мы должны более стараться. И чем ближе пришествие Бога, Тем более мы должны стараться. Чем больше ты наполняешься верой, что есть небеса, Тем больше нужно стараться. И многие видят, что есть христиане, которые сначала верят, а потом уходят в мир. А так же видят, что были служители, которые годами служили, а потом оставили. И говорит потом, как это получилось. Слово Божье говорит, Слово Божье говорит, Для того, чтобы сохранить, нужно стараться. И это не способ, чтобы мы с тобой прекратили стараться, чтобы сохранить призвание. Или разочаровали вере. Потому что ты должен видеть свое призвание. Я говорю, что это не коммунизм. И не демократия. И не важно, как кто пойдет. Слово Божье говорит, Так поступай, никогда не приткнетесь. Если кто-то хочет быть свободным от грехов, Старайся пребывать в призвании. Есть верующий, который говорит, Я приду и споведу, а вы помалите, чтобы я освободился. И мы верим, и Бог прощает, и забывает грех. Но чтобы ты снова не попадал в это преступление, Ты должен быть в призвании. Потому что в следующий раз он приходит, И я снова в грехах. Я сейчас не говорю о том, что мы все ошибаемся. Но я говорю о тех, которые не могут победить грех. Тот, кто пребывает в призвании, Он не впадает в преступление. Потому что даже если ошибется, Он победит этот грех и пойдет вперед. Аллилуйя. Аминь. Один юноша приходит к мудрецу и спрашивает, И он спрашивает у этого мудрого верующего, Говорит, я вижу, как многие христиане отпадают от веры. Как мне сделать, чтобы и самому не отпасть? И этот мудрый христианин говорит ему, Представь, что 10 собак Стоят, И видит, что один заяц бежит. Одна из собак видит и бежит за заяцом. Он говорит, знаешь, какие собаки? Они видят, если одна собака побежала, И они тоже бегут. И говорит, что это очень короткое время. Так как этого заяца один, Одна собаку видела. Все остальные девять собак Устают и возвращаются. Потому что не знали, зачем бежали. Но это собака, Которая видела этого заяца, Бежит до конца. Даже если не поймает, она бежит до конца. Через лес. Через камни. При этом получая вред, Ущерб от деревьев, от битвей. Но он бежит. Он говорит, это похоже на это. Если ты увидишь, куда ты бежишь. Тебе не важно, кто пожалеет, сожалеет. Ты пойдешь до конца. И ты будешь стараться, Чтобы дойти до конца. Аминь, аминь. Слава Богу. Второй Петра 3, 13. Еще кое-что. Библия говорит, об этом тоже нужно стараться. Бояць, нора хозьмунки, Песня, норь ерканки и норь, Еркри иен к спасу, В общем, мы по обитованию его Ажидаем нового неба И новой земли, На которых обитает правда. Сыра хамар. И так, возлюбленные, Ажидаясь его, Асо хозь кассу мэс сара хамар. Слово Божье говорит, для этого. Ни шоу, веки касси, сара хамар. Кто ему скажет, для этого. Библия с иначе хамар, И так, возлюбленные, Ажидаясь его, Старайтесь явиться пред ним Неоскверненными и непорочными в мире. Знаете, когда мы будем стараться? Когда мы верим, что это небо, И нас ожидает новое небо, И новое земля. И он говорит о тысячелетнем царстве. Когда святые Божьи будут царствовать с Христом. Может быть, кто-то впервые об этом слышит. Библия так говорит. Нужно читать Слово Божье. Нужно учиться. Он не учиться. В библия школе с сентября, Ты можешь начать. Но кто верит Слово Божьему. Они ожидают нового неба, Там, где справедливость. И написано, ради этого стоит стараться. Ты можешь ближнему сказать, что стоит. И если человек, кто-то что-то делать, Ты говоришь, что не стоит это делать. А есть люди, которым ты говоришь, что стоило так до этого дойти. И для того, чтобы пребывать со Христом, стоит стараться. Аллилуйя. Аллилуйя. Парка, сон. Слава Богу. И еще два места прочитаю и закончу. Аллилуйя 13 глава, здесь Иисус, Говорит одну истину, Которые многие верующие не верят. И поэтому обманываются. Но я прочитаю, чтобы мы с тобой верили. И жили этим. Лукова 13, 23-24 стихи. Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Иисусы спрашивали. Иисус сказал им. Иисус, Многих верующих обманули и им говорили, вот если ты один раз помолишься и примешь Иисуса, ты уже спасен. Я хочу сказать тебе, это заблуждение и ложь. Потому что Иисус сказал, врата, они тесны. В другом месте написано, что широкие врата идут в погибель. И здесь Иисус говорит о верующих. И Он говорит, старайтесь, чтобы войти через эти тесные врата. То есть для того, чтобы войти в это спасение через эти тесные врата, нужно стараться. Это означает не просто так быть верующим. Стараться, это означает быть бодрым верующим. Стараться, это значит быть верующим, который бежит за Богом. Стараться, это означает не жить сонной жизнью. Эй, астон, хаватуме, верим Богу, а пребеги, не имея само. Ну и живем для себя. Иисус сказал, когда Его спросили, мало ли людей спасется, Он сказал, старайтесь, чтобы могли войти через эти тесные врата. Не будьте безпечными за свою жизнь. Потому что Бог и следует нашу жизнь. Я удивился, когда в Армении увидел столько безпечности ищут, Я знаю, что он тяжелый. может быть не так. Мы имели это. Вы не так. Верующий. Вы не просто... что тыどんな врата, как русский народ. Вы не играли на гробус. Ни würden они играть на гробус. Я на гробус, ну и... Я перенесу, я такая активность, я была этим траком. Слылка, когда я умею, что всё равно такие тарелы, мы врата. И это было. И там был ритуальный дом. И мне показалось, что они вот так, играя в нарды, и один день они тоже лягут в эти гробы, потому что жизнь проходит. Вечером, возвращаясь домой, это было в центре Гюмри, на улице. Гробы, они стояли вот так. Ну, то есть эти крышки. Они играли в нарды. А рядом был такой большой пакет черешный. И еще кушали по ходу. И возвращаясь вечером. И уже темнеет. Они еще играют нарды. И удивляешься. Какой они жизнью живут, безопасно. Мы смеемся, но плакать хочется. Субботу пришел, пошел домой и ждет следующий суббот. И так всегда. Это безпечная духовная жизнь. Бодрая духовная жизнь, это когда? Когда ты, когда ты идешь за Богом, каждый день живешь им. И ты знаешь одно. Он однажды придет за тобой. И ты спасен. Потому что Иисус, он умер за твои грехи. И они не представляет, что греш никого не возит в небеса. И я вам говорю истиную. И это не говорят апостолы, это говорят Иисус. Хотя все Слово Божие, оно Бога, Духновенное. Но здесь Господь Иисус сказал, не обманывайтесь. Не давай место греху. Потому что с грехом ты не пойдешь на небеса. Но старайся. Для того, чтобы победить грех, нужно стараться. Для того, чтобы жить праведной жизнью, нужно стараться. И пусть никто не подкладывает под наши головы мягкую подушку и говорит. Ничего, ты в грехах, но главное, чтобы Иисус твой Господь. Нет возлюбленных. Нужно входить через тесные врата. Иисус сказал, тесные врата. И для этого, не нужно обманываться. Что якобы, как ты живешь, главное, ты спрашиваешь. Я думаю, что ты живешь в этом мире. Главное, что вы живете праведной жизнью, мы захватимся за вас. Кто слышал такое? Я думаю, что это было, что это было, чтобы Иисус и Ифорка не было привлекать. И они привлекли, что они не должны привлекать. Я думаю, что некоторые люди думают, что когда Бог заберет, они взрывки. Я думаю, что они очень много верны. Я думаю, что они очень большая вера. Но такой веры не спасаются. Спасаются через тесные врата и через стремление, старание. И последнее место — Откровение третья глава. Еще кое-что скажу тебе из Слова Божьего, чтобы ты взял это для себя. Для этого нужно стараться. Потому что это не так уж и просто делать. Откровение третья глава. 19 стихе говорится. Бо говорит. Пожалуйста, играйте. Кого я люблю, тихи обличаю и наказываю. И так, будь ревность, т.е. старайся и покайся. Кто согласится, что не так уж и просто покайся? Я видел людей, которые очень сложно принимали молитву покаяния. И так уж и для нас, христианин. Когда мы грешим перед Богом. Это так сложный. Но он хочет, чтобы ты взял эту истину. Я не говорю о том, что, чтобы покаяц и исповедовать свои грехи, нужно стараться. Я не говорю о тех людей, которые, чтобы не делали, всем рассказывали. Эти люди, они не принимают покаяния. Прошу, прощения, но такие люди, они просто балаболы. И немного легкомысленные. Но истины покаянные. Это те люди. Это сложно принимать неправду. Свои грехи. Чужие ошибки вообще без проблем принимаешь. Но свои ошибки мы так сложно принимаем. Поэтому, для того, чтобы покаяться, нужно стараться. И ради чего? Потому что есть небо. Стоит покаяться стараться и не обманываться. Через тесные двери входят в спасение. Через тесные двери. Это последнее место, которое я прочел. Это способ, как войти через эти тесные врата. Старайся и покайся. Это благая вещь, а не грустная. Потому что, когда ты через эти тесные врата войдешь, там спасение. Ты что-то получаешь сегодня? Давайте станем на ныне. Прошу, скажи, старайся. Я надеюсь, что это ты себе говоришь. И можешь ближнему сказать, старайся. И все, что я прочел. И Слово Божьего. Это для того, чтобы стараться. Есть вещи, за которые нужно стараться. Это не только в духовном, но и в физическом мире. Это не только в духовном, но и в физическом мире. Есть вещи, за которые нужно стараться. И не ослабевать. Скажи, я не ослабею. И буду стараться. В чем бы ты ни был? Если ты знаешь, что какой-то вопрос должен решиться в твоей жизни. Не говори, что не один день решиться. Нет, старайся. Если нужно звонить, звонить. Если нужно пойти, пойти. Если нужно попробовать, попробуй. Если ты знаешь, что ты должен сделать, то делать. Не позволяешь, чтобы ты будешь безопасен. Слово Божьем действовать в нашу жизнь. И прежде чем мы будем молиться. Еще одну притчу расскажу вам. Один парень приходит к мудрому. И он говорит, скажи, как мне самому быть мудрым? Этот старец смотрит и ничего не отвечает. И он приходит в следующий день. И он говорит, скажи, как мне быть мудрым? И снова ничего не отвечает. И уходит, и на третий день возвращается. И говорит, как мне быть мудрым? И этот мудрый говорит, иди за мной. И входит в реку. И доходит до этого состояния. И он говорит, в конце концов, он двинулся. Пойду посмотрю, что он говорит. И он, когда доходит до этого места. И этот старец берет, и его воду акунает, и держит. И он его держит вот так вот в воде. И потом поднимает. И когда его дыхание восстанавливается, и он говорит. И он говорит, что с этим воздухом не хотел, чтобы они дела пошли. С этим воздухом не хотел куда-то в хорошее место поехать отдохнуть. Он говорит, нет, только бы воздух. Он говорит, если ты хочешь быть мудрым, он говорит, сначала надет, для чего нужно стараться. И тогда ты будешь мудрым. Кто понял, о чем? Сегодня я прочел вещи, за которые нужно стараться. И это все пустое, если мы не для этого будем стараться для других. Прежде нужно стараться для тех вещей, которые Бог нам говорит. И тогда мы будем мудрым и в остальных вещах. И наша жизнь не пройдет пустую. Скажи, моя жизнь пустую не пройдет. Субтитры создавал DimaTorzok